Восемь вечера в Украине. Каким был этот день, расскажут корреспонденты подробностей. В студии Александр Просяник. Сегодня в выпуске. Смертельный трафик. Еще два страшных ДТП на украинских дорогах. Почему гибнут люди? Война близко. Израиль и Хамас обмениваются ударами. Вход идут танки и авиация. Удастся ли остановить эскалацию? Нет ремонта, нет и проезда. В Прикарпатье люди перекрыли движение транспорта сразу в пяти местах. Помогло ли? Свободен. Мадрид отозвал ордер на арест Пучдемона. Куда он теперь отправится и почему это будет не Испания? И снова ДТП. Этой ночью в Ривне погиб военный. Еще одного госпитализировали. Вольксваген, в котором они находились, по неустановленным пока причинам въехал в грузовик с прицепом, припаркованный на обочине. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Пассажир сейчас в больнице. В полиции сообщили, что оба военных в день аварии были не на службе. Подобные аварии на украинских дорогах уже стали плохой традицией. Только за минувшие сутки в ДТП погибли 26 человек. В полиции уже анонсируют тотальные проверки перевозчиков. Но принесет ли это результат? Ответы искал Богдан Вербицкий. У водителя маршрутного транспортного засоба, соответственных документов, лицензий и так далее не было. Эта автокатастрофа сколыхнула всю страну. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Киев-Ривна, на высокой скорости врезался в фуру. Десять человек погибли, среди них трое детей и водитель микроавтобуса. Как выяснилось, сегодня у него не было необходимой категории Д для управления таким транспортом. Собственника микроавтобуса сегодня задержали. Вчера в Украине произошла серия подобных автокатастроф. В Николаевской области пассажирский микроавтобус врезался в грузовик. Погибли пять человек, еще 12 получили травмы. Все пассажиры граждане Беларуси. Водителю фуры объявили подозрение. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы. В столице водитель одной из машин не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Погибла супружеская пара и ребенок. На встречку выехал и водитель этого Фольксвагена. Легковушка столкнулась с грузовиком. Погибла семья из трех человек. Всего за минувшие сутки жертвами ДТП стали 26 человек. За год больше тысячи погибших. Главная причина смертельных аварий – плохое состояние автобусов. За четыре месяца правоохранители проинспектировали более 180 тысяч маршруток. Из них три тысячи экзамен не прошли. До 23 июля полиция усилит контроль на главных трассах страны. В первую очередь на южном направлении и в страны ЕС. Но кроме проблем с транспортом, есть и проблема с его водителями. За четыре месяца проверок рейсовых автобусов патрульные зафиксировали больше 80 случаев, когда водители маршруток были нетрезвыми. Богдан Вербицкий, Дмитрий Курченко. Подробности – телеканал «Интер». Президент Украины подписал законы о правовом сотрудничестве с Нидерландами по делу сбитого Боинга MH17. Документы предусматривают взаимодействие компетентных органов стран в расследовании катастрофы на Донбассе в 2014 году. В частности, регулируют порядок уголовного преследования и осуждения виновных в рамках судебной системы Нидерландов. Диверсию на железной дороге предотвратили в Харьковской области. Как сообщили в СБУ, злоумышленник по заказу кураторов из так называемой ДНР пытался подорвать грузовой поезд с горюче-смазочными материалами из противотанкового гранатомета. Топливо везли украинским военным на Донбасс. Мужчину задержали возле железнодорожной станции «Основа». При нем был гранатомет и четыре боевые гранаты. Диверсант ранее судим за умышленное убийство. Жил в оккупированном Донецке, где, по данным СБУ, его и завербовала так называемая МГБ ДНР. Обстрелы на Донбассе продолжаются. Несмотря на перемирие, боевики сегодня уже четыре раза открывали огонь по украинским позициям. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Лебединская, Широкино и Пески. Неспокойно и в районе Авдеевки. Там побывал наш военкор Игорь Левенок. Как только у них ротация, здесь, конечно, становится адово. Окраины Авдеевки. Наши бойцы говорят, недавно на ту сторону опять прибыла новая смена из-за поребрика. Пристреливаются. Слышите? Да, слышим. Это Доширка. Разрывные боеприпасы. Добавляя себе храброй воды. Потому что тоже боятся. Знают, что мы за свою землю, за свою страну. Они тут пришлые товарищи. Какое здесь перемирие, лучше всего может рассказать вот этот парень. Владимиру 22 года. Родом из Кировоградской области. А это его каска. Простреляна насквозь. Стал посмотреть. Буквально секунд 10 прошло. Слушаю такое бум. Писк в голове. Разворачиваюсь. Каска лежит метров 2-3. От меня. Поднимаю. Дырка. Пуля прошла в нескольких миллиметрах от головы солдата. Вот входное. Вот оно. А вот выходное. Но Володя говорит, что в тот момент даже не растерялся. Поскольку его жизни угрожала опасность, приказа об ответном огне ждать не стал. Ну, эмоции взял РПК и как бы туда сразу, ну приблизительно туда, откуда был выстрел. Там как бы с подзаборщика, там другого варианта нет. Вражеский снайпер после этого больше не стрелял. О том, что Володя чуть не погиб, узнала его мама. Стала уговаривать сына уйти из армии. Но парень настроен решительно. Просился и хотел целенаправленно попасть именно на передовую. В этом году боец прошел курс обучения у американских военных инструкторов. Уходить из армии не собирается. Наоборот, планирует стать командиром. Еще послужу, пока мне это все не закончится. А там хочу пойти на офицера. Из Донецкой области. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. США выделят Украине 200 миллионов долларов на усиление безопасности и обороны в нынешнем году. Об этом сообщило американское посольство. Средства пойдут на покупку военной техники и обеспечение армии. Соответствующие структуры США уже начали заключение контрактов. Посольство заявляет, что такое решение Вашингтона свидетельствует о поддержке Украины в ее противодействии российской агрессии. Израиль и Хамас на грани войны. Убит израильский военнослужащий. На юге страны введено чрезвычайное положение. Жителям рекомендуют находиться вблизи убежищ. Армия усиленно бомбит газу. Из сектора летят ракеты в ответ. Сегодня правительство Израиля собралось на внеочередное заседание. Все подробности знает Сергей Ауслендер. Даже обычно сдержанная прислужба армии называет это самым сильным обострением за 4 года. Впервые с момента последней войны на границе с газой погиб израильский солдат. Его убил снайпер во время патрулирования. В ответ армия начала сильнейшие за последнее время обстрелы и бомбардировки целей в анклаве. И звучат все более грозные заявления. Мы стараемся быть уравновешенными и ответственными. Но лидеры Хамаса толкают нас к ситуации, когда у нас не будет выбора, кроме как начать масштабную и болезненную военную операцию. Под ударом базы и склады, командные пункты и пусковые установки. Разрушены несколько десятков целей. Хамас срочно эвакуирует свои штабы и руководство. В ответ боевики начали обстрел юга ракетами. Железный купол перехватил три снаряда. Вдоль границы танки прямой наводкой бьют по позициям террористов. У палестинцев несколько убитых. Хамас в свою очередь грозит расширить масштабы и географию обстрелов. Сопротивление будет держать свое оружие готовым и протесты будут продолжаться. И его инструменты будут меняться и принимать разные формы, включая зажигательных змеев, шары и все остальное. Шанс избежать войны еще есть. Командование отвело от границы инженерные части. В случае наземной операции они бы вошли на территорию сектора первыми. Но танки и артиллерия на своих позициях у границы сконцентрированы подразделения двух пехотных бригад. А отрезервисты получили уведомление быть готовыми к срочному призыву. Вот тот пакет защитного цвета на сопке. Это и есть пусковая установка железного купола. Такие сейчас развернуты вблизи всех крупных израильских городов. То, что происходит на юге, это не затишье и даже не прекращение огня. Это временная передышка. И все это здесь прекрасно понимают. Страна по-прежнему балансирует на грани войны. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканал Эйнтер. Лицензии на разработку недр в Украине будут продавать открыто. На электронных торгах до конца июля Кабмин примет первые документы о внедрении таких торгов. Речь идет прежде всего о добыче газа. Премьер Владимир Гройсман считает неправильным, что Украина до сих пор импортирует газ, вместо того, чтобы обеспечивать себя собственным. По его словам, новая система упростит не только процедуру торгов, но и поможет привлечь больше потенциальных участников. Одновременно вырастут и поступления в бюджет. Первые электронные аукционы должны стартовать в начале следующего года. В такой ситуации, как доступ к надр, к добыванию газа, это всегда вопрос был закрытым. Не было политической воли для того, чтобы это открыто для участников добычи, чтобы Украина была независимой энергетикой, чтобы мы не покупали газ за кордоном, за валютой. Чтобы мы все делали для того, чтобы Украина стала абсолютно независимой в этом контексте. Терпение лопнуло. В Прикарпатии жители сразу нескольких сел перекрыли дорогу, требуют ремонта трассы, которая, по их словам, больше напоминает минное поле. Чем закончилась эта транспортная блокада, Ольга Пламарюк расскажет. Вот уже вторые сутки здесь не проехать. Жители сразу трех прикарпатских сел Рожного, Кабаков и Гимчина перекрыли дорогу. Свою дорогу жители называют минным полем. Асфальт здесь еще советский. Ремонтов не проводили уже свыше 20 лет. Дмитрий ездит на станцию техобслуживания минимум раз в неделю. Из-за ужасной дороги его автомобиль то и дело выходит из строя. Терпение у людей лопнуло. И они перекрыли дорогу сразу в пяти точках при въездах в населенные пункты. Не пропускают даже общественный транспорт. На дороге сразу же образовались пробки, но водители протестующих поддерживают. Среди них и Иван. Он шофер скорой помощи. Говорит, на вызов едет минимум полчаса. И к возмущениям пациентов уже привык. Представьте, если по такой дороге ехать. Бажко, хворим, боли. Вот такие. Дорогу требует делать. Дорога – это первая. Некоторые участки дороги местные жители пытались ремонтировать самостоятельно. Предприниматели выделили деньги. Закупили 900 тонн гравия. Все люди выходили и вручную сбирали камень. Вручную вывозили глину. Накидали глину. На дороге оставили сами гравий. Но люди сплачут податки. Каждый автомобиль заправляет. Ци деньги есть. Скажите, мы так, как на окраине выходят. Никому мы не нужны. Но полностью отремонтировать дорогу самостоятельно людям не под силу, просят помощи у местных властей. Но те лишь разводят руками. Денег нет. С местного бюджета у нас, на жаль, лишь 300 тысяч на развиток соцэкономного развитка. У нас было 300 тысяч. У нас есть три населенные пункта. Это Кобаки, Рожнев, Химчин. И мы так вырешили на нашу коммунальную дорогу по 100 тысяч. Услышав о протесте, на дорогу вышли жители из соседних сел. Дорогу перекрыли также в райцентре Косов. Требование у всех одно – ремонт аварийной дороги. Но вот связаться с чиновниками, чтобы те разъяснили ситуацию, нам не удалось. Телефоны молчат. А люди продолжают протестовать. И грозятся перекрыть уже международную трассу. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности – телеканал Интер. Ивано-Франковская область. А во Львове автомобилисты подают в суд. И плохие дороги тут ни при чем. Все дело в деревьях, которые падают прямо на машины, припаркованные в центре города. И владельцы пострадавших авто намерены добиться компенсации от коммунальных служб. Удастся ли? Выясняла Галина Якушко. Игорь припарковал свой автомобиль у ворот инфекционной больницы. Радовался, что удалось подъехать так близко. Ведь в утреннее время здесь многолюдно. Найти место для парковки не так просто. Но то, что случилось с автомобилем потом, повергло мужчину в шок. Каштан рухнул прямо на его автомобиль. Старенький Volkswagen дерево превратило в груду металлолома. Среднему Hyundai повезло большее. Крона дерева зацепила только капот и разбила стекло. А вот этот автовладелец вовремя перепарковался. Каштан рос возле больницы не менее 40 лет. То, что дерево прогнило, внутри коммунальщики не знали. Впрочем, такие отговорки коммунальщиков водителей разбитых машин не успокаивают. Автовладельцы будут требовать компенсации уже в суде. Для этого им придется доказать, что за деревом не было надлежащего ухода. Из-за этого оно усохло. Галина Якушко, подробности, телеканал Интер Львов. Хулиганство, совершенное группой лиц. Так квалифицировали происшествие в Чернигове, где к столбу привязали человека. Полиция открыла уголовное производство. Личности людей, привязавших мужчину, еще устанавливают, сообщил спикер полиции Чернигова Сергей Брыль. По его словам, пострадавший отказался писать заявление. Напомню, накануне в Чернигове неизвестные привязали мужчину к столбу и прикрепили к нему табличку с надписью «Я ватник». Потом около получаса транслировали это видео в соцсети. Эти кадры получили широкий резонанс. Приплыли в Николаеве почти 2000 детей, остались без бассейна. У юных спортсменов теперь только два варианта. Зарядка на свежем воздухе, либо тренировка за деньги на другом конце города. Что не так с бассейном и есть ли способ исправить эту ситуацию, разбирались мои коллеги. Николаевский спорткомбинат «Заря» принадлежит государственному предприятию. Почти 2000 детей занимаются в четырех секциях. Но ребята, которые занимаются плаванием, остались без бассейна. Его постоянно закрывают из-за аварийного состояния. В этом году уже второй раз. Каждый год, четыре года подряд, новая смета на ремонт, новая проблема по поводу ремонта. Производится какой-то ремонт, проходит полгода, опять бассейн закрывается на ремонт. На очередной какой-то ремонт. Мы выкручиваемся как? Занимаемся с детками в тренажерных залах, малых залах, залы аэробики, футбольные поля вот сзади нас находятся. Директор спорткомплекса Виталий Барский утверждает, что есть соответствующие приказы руководства завода и выводы специалистов. Использовать бассейн опасно. Ему почти полвека. И за это время не было ни одного капитального ремонта. Эспертная комиссия даст правильный ответ, имеем право мы эксплуатировать или не имеем. В родительском комитете секции плавания убеждены, спасти бассейн, да и сам спорткомбинат может передать его собственность города. С этим предложением они уже обращались в мэрию. Там инициативу рассмотрели и вышли на переговоры с руководством завода. Поля в таком состоянии, как они существуют, они не требуют, скажем, особого вложения. Бассейн и здания – это львиная доля бюджета содержания этого объекта. Поэтому нельзя просто оттуда извлекать объект, который очень дорого содержать. Это дать городу, потому что нет денег на содержание. А то, что, в принципе, не имеет большого бюджета на содержание, можно себе позволить оставить. Судьба бассейна для юных пловцов теперь зависит от того, договорятся ли город и руководство завода. Марина Григорян, Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности – телеканал «Интерниколаев». В Черкассах четверо защитников Донецкого аэропорта сделали для областного госпиталя щедрый подарок. Бойцы 90-го отдельного батальона проходят здесь реабилитацию после тяжелых ранений. По меньшей мере, дважды в год ребята лечатся в этом госпитале после контузии. И теперь там стало комфортнее. Все подробности узнаем от Станислава Кухарчука. Валерий в Черкасском областном госпитале для ветеранов прописался сразу после демобилизации. Еще в 2014 году здесь открыли специальное отделение для реабилитации участников АТО. В прошлом году четыре раза был, в этом году только второй. Но еще впереди полгода, еще успею. В 55 у него уже был целый букет диагнозов и первая группа инвалидности. Все это Валерий заработал на Востоке. Когда началась война, мужчина вернулся из России с заработков и добровольцем ушел в отдельный 90-й батальон. На долю водителя санитарного автомобиля достались самые тяжелые бои в Донецком аэропорту. После этого никак не может прийти в норму. Клинит голову. С ума сходишь, короче. Вновь не получил две контузии. Ожег правой руки и порвал сваски на левой ноге. Ну, плюс гипертония появилась. И там энцефалопатия, плюс сопутствующая, плюс после контузии зрение упало. Здесь ежегодно проходят реабилитацию до 5000 бойцов. Для большинства это шанс вернуться к нормальной жизни. Ребятам оказывают и медицинскую, и психологическую помощь. За добро Валерий и трое его сослуживцев тоже решили отблагодарить добро. Конструкции, ну, девица, тут швеллер, 50-ка. Это сделано... На века. Ну, вы же бачите, все сами. Эти две беседки и скульптура на территории госпиталя – их работа. За тяжелое ранение бойцы 90-го батальона получили государственную компенсацию и на часть этих средств решили сделать такой подарок. Получив такой подарок от подопечных, персонал госпиталя не может сдержать эмоций. Не поверил, да. Когда хлопцы пришли до меня в первый раз и сказали, что они хотят тут что-то сделать на территории госпиталя, враховывая эти события, которые они пережили, я не поверил, что они действительно мотивованы на то, чтобы что-то сделать в госпитале. Беседки и скульптуру открывали без лишнего пафоса. А тех, благодаря кому все это появилось, напоминает лишь памятная табличка. Бойцы говорят, у них еще осталось немного денег, которые собираются потратить на освещение аллеи госпиталя. Андрей Кровец, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы. Тысячи людей протестуют в Австралии, требуют принимать в страну беженцев. Сейчас правительство отправляет всех нелегальных мигрантов в лагеря Новой Гвинеи и на Уру. Так происходит уже пятый год. За это время из-за ужасных условий проживания погибли 12 человек. Протестующие требуют закрыть эти лагеря и отменить жестокий закон. А в Ираке дошло уже до столкновений. Там вторую неделю продолжаются антиправительственные митинги. Люди устали от безработицы и коррупции. Сегодня в Багдаде демонстранты пытались прорваться в зеленую зону. Это правительственный квартал. Силой безопасности применили слезоточивый газ и водометы. В результате протестов погибли не менее 9 человек. В Аргентине же сотни людей выступают против приезда в столицу Кристин Лагард, главы МВФ. Демонстранты считают, что выделение в стране кредита приведет к сокращению социальных выплат и увольнения. Лагард приехал в Буэнос-Айрес в рамках двухдневной встречи в министров финансов большой двадцатки. Карлис Пучдемон уезжает из Германии. Но не принудительно и не в Испанию. Два дня назад, напомню, был отменен европейский ордер на его арест. А уже в пятницу немецкий суд официально закрыл дело об экстрадиции. И это при том, что все уже было готово к высылке. Почему Мадрид передумал и куда теперь направится Пучдемон, расскажет Татьяна Лагунова. Спасибо, но больше не нужно. Экстрадиции Карлоса Пучдемона официальный Мадрид добивался почти четыре месяца. А когда немецкий суд наконец дал добро на выдачу политика, испанцы неожиданно пошли на попятную. И отозвали европейский ордер на арест бывшего лидера Каталонии. Решение аннулировать ордер и тем самым отказаться от экстрадиции принял Верховный суд Испании. Без объяснения причин. Но в то же время оставил в силе ордер испанский. То есть Карлос Пучдемон может свободно передвигаться по Европе. Но вот на родину, в Испанию, не ногой. Как только он пересечет границу, будет сразу же арестован. Логика в таком резком развороте официального Мадрида, впрочем, есть. Испания требовала выдачи Пучдемона по статье «Метеж». Но поскольку в Уголовном кодексе Германии такой нет, немцы согласились экстрадировать его только по обвинению в растрате государственных средств. А это значит, что и в Испании судить Пучдемона после выдачи могли бы только по этой статье. Официальный Мадрид такое не устраивает. Сам Карлос Пучдемон отзыв европейского ордера назвал демонстрацией слабости обвинений в его адрес. И сообщил, что в ближайшее время покинет Германию. Уже на следующей неделе бывший лидер Каталонии планирует переехать в Бельгию. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Зачем хакерам медицинская история премьера Сингапура? В какой стране больше всего долгожителей? И почему человек, который провел 22 года в джунглях в полном одиночестве, не хочет их покидать? Об этом и не только в нашем обзоре. Самая резонансная хакерская атака в истории Сингапура. Злоумышленники взломали базу Министерства охраны здоровья и украли личные данные полутора миллионов граждан. А это четверть населения страны. В руках похитителей оказались даже рецепты на лекарства для премьер-министра. Власти сообщили, атака была хорошо спланированной. Подозреваемых пока нет. Борьба с мусором. Правительство Доминиканы пытается расчистить знаменитые песчаные пляжи, которые утопают в тоннах пластика. Власти наняли 500 человек для уборки побережья. 60 тонн отходов уже вывезли. Но каждый день морской прибой выносит на берег все больше мусора. Японцы стали жить дольше. По статистике правительства, продолжительность жизни в стране восходящего солнца продолжает расти. Этот показатель для женщин 87 с хвостиком лет. Для мужчин примерно 81 год. В мировом рейтинге Япония уступает только Гонконгу. На третьем месте Швейцария. В мексиканской столице нашли древние сооружения времен ацтеков. Их обнаружили строители, которые копали землю, чтобы начать строительство нового дома. Археологи установили. Находке больше 500 лет. Предполагают, что это была резиденция правителей индейцев. Итальянская полиция нашла похищенные картины Ренуара и Рубенса стоимостью 26 миллионов евро. Их украли в прошлом году. Преступники связались с продавцами и представились израильскими раввинами. Когда при встрече дело дошло до оплаты, воры схватили картины и скрылись. Пятерых причастных к похищению уже задержали. 22 года одиночества в лесах Амазонии удалось снять на видео индейца, который вот уже два десятка лет живет один в джунглях. Это последний представитель своего племени. Всех его родственников убили лесорубы и фермеры, которые расчищали территории в лесу. Сотрудники бразильского фонда индейцев наблюдают за туземцем давно. Однако запечатлеть его на видео так близко удалось впервые. Хаббл больше не нужен. Впервые с Земли удалось сделать более качественные снимки самой далекой планеты Солнечной системы, Нептуна, чем с космической обсерватории. Все благодаря системе под названием «Очень большой телескоп» со сверхмощной оптикой. А в НАСА тем временем показали, как их новый зонд «Паркерс» может максимально приблизиться к поверхности Солнца. Аппарат планируют запустить в ближайшие недели. Эта девушка высоты явно не боится. Канатоходка из Парижа решила покорить самую высокую точку французской столицы – холм Монмартр. Она прошла по канату, натянутому от его подножия до базилики Сокрикер на вершине. Все это на высоте 35 метров и без страховки. При звании гонщик около сотни профессиональных мототрекеров и просто любителей погонять на байках собрались на автодроме в Киеве. Все они борются за победу в квалификационном заезде. Что на кону, узнаем от Юлии Жешко. Мотоциклы, шум моторов и запах резины. На автодроме «Чайка» готовятся к чемпионату по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Все гонщики проходят квалификацию, показывают лучшее время круга. Участвовать в соревнованиях может каждый, у кого есть мотоцикл, утверждают организаторы. Говорят, тот, кто однажды попробовал себя в этом виде спорта, уже не может остановиться. Открытие чемпионата СБК Юэй состоится уже завтра. 70 пилотов, а именно так называют мотогонщиков, будут бороться за кубок победителя и участие в чемпионате мира. Но перед соревнованиями мирового мотобайка пилоты будут участвовать в чемпионате Украины. Там из нескольких десятков мототрекеров выберут лучших. Я десятикратный чемпион Украины, то есть не единожды уже выигрывал чемпионат. Это всегда приятные и положительные эмоции. Среди участников профессионалы, то есть те, кто зарабатывает благодаря этому спорту. Хотя есть и любители. Сначала стоят мотоциклы профессиональных пилотов, которые выступают в старшем классе. И по мере того, как мы продвигаемся, все дальше и дальше новички. Но любители не значат новички. Среди них есть те, кто не уступает профессионалам. У нас очень много девочек едет, и это довольно-таки интересно. Это ярко, это классные эмоции, и едут все, у кого есть желание. Активный спорт такой весьма экстремальный. По затратам физически можно сопоставить с боксом. Но это не основной мой вид деятельности. Мото и автодром постоянно совершенствуются. Здесь есть даже детская зона. Этот чемпионат проходит больше 80 лет в Украине. Понятное дело, что мало на него обращается внимания. Но мы пытаемся его развивать, усовершенствовать. Чтобы было весело в закрытом парке. Делаем вип-зону для вип-гостей. Где можно покушать, покурить кальян. Единственное, что мешает проведению гонок, это погода. Из-за неожиданных ливней соревнования и вовсе могут отменить. У судей, конечно, дилемма огромнейшая. Даже в MotoGP и в мировом супербайке, если ливень имеет очень большой ливень, гонку останавливают. 10-15 метров ничего не видно. А как ехать в шлеме? Чемпионат будет продолжаться при любых погодных условиях. Так решил судья. Юлия Жишко и Сергей Ведмис. Подробности. Телеканал Интер. Как развиваются события? Следите на нашем сайте. Подробности. Хороших вам выходных. И до встречи завтра в 8 вечера. Редактор субтитров А.Семкин